Работы на участке Зейска от Островского до Шимановского подрядчик завершил еще в июне. Однако при очередной проверке исполняющий обязанности главы администрации обнаружил там несколько недочетов и участок принимать отказался. Теперь сдачу наметили на 27 июля. Чуть позже, конечно, но тем не менее, раньше первоначально установленной даты – 1 ноября. На участке рядом до улицы Трудовой работы идут полным ходом. Осталось делать немного. Утрамбовать грунт, положить асфальт, нанести разметку и благоустроить территорию вокруг. В планах закончить ремонт до 19 июля, если не помешает погода. Ну, что мы сделаем, если наша такая небесная канцелярия иногда у нас позволяет себе такое, что если, конечно, дожди будут, то придется отстрочить. Хотя мы стараемся, чтобы сделать. Ну, что эти неудобства всем мешают, не только жить, ну, всем абсолютно. Оставшиеся участки от Трудовой до Чайковского к 1 ноября также откроют для движения транспорта. Правда, пока без асфальтового покрытия. Залегание труб, которые там сегодня меняют до 7 метров, это требует утрамбовки и просадки грунтов. Если мы сегодня там в зиму положим асфальт технологический, мы его потеряем, и у нас будут амурские волны в городе Благовещенске. Мы прогнозируем, что где-то усадка грунта будет где-то на полметра. То есть, соответственно, представьте, что это будет, если там будет лежать асфальт. То есть, это разумно. До 1 ноября на всех участках уложат новые трубы и проведут благоустройство. Сделают бордюры, тротуары и газоны. А на тех отрезках дорог, которые не станут асфальтировать до зимы, будет постоянно ходить грейдер. Кристина Добровольская, Михаил Величкин. Программа «Город». Кристина Добровольская, Михаил Величкин.